всем привет сегодня со всей семьей приехал замок штоксберг он сколько раз я увидел на бутылках вина много раз проезжал мимо но ни разу не был еще вот сегодня пойдем посмотрим что это за замок и с чем его едят находится вот такой долине обычно мы вон там далеке в ресторане мы не ни разу не были тоже виноградные поля и вот на горе находится вот этот самок везде вот такой вот забор из проволоки по дороге туда тоже стоит забор странного тут терраска такая вам сейчас мы спустимся и попробуем он с той стороны него подняться пытались вдоль забора пройти но наткнулись на обрыв в общем здесь мы не попадем в этот замок придется нам так спускаться вниз и попытаться по этой дороге подняться наверх пока подымался посмотрел википедию в общем первое упоминание в этом замке датируется 1220 годом грубо говоря 800 лет уже подходим вдоль забора и конца и края ему нет такое ощущение мне что замок частный но естественно участник там скорее кто-то живет и это забор ихняя территория вот пришли нашли такой старый забор если будет видно вот там средь зарослей ежевичника вот раньше здесь открывался не знаю тут наверно либо вход центральный или может просто люди выходили сейчас заросло и не пользуется можно было посмотреть территорию замка с помощью дрона сейчас его не запустишь очень сильный ветер поэтому я обязательно найду видео в интернете вставлю в это видео и фотографии и и и и и и в общем так кругом забор тут ремонтные работы интересная история у этого замка его и шведы и французы здесь были во время второй мировой войны замок принадлежал партийным бонзом третьего рейха а а после войны здесь был такое дом престарелых на этом месте в общем жаль что мы сюда не попадаем это печалька это печалька но что делать через забор же мы не полезем а где раньше меня это не останавливало наверное старый я останавливаюсь где кончился деревянный заборчик такой вот цивильный образовался в общем посмотрели в википедии там по моему в 1969 году какой-то местный бауру выкупил этот замок и теперь это частная территория сюда мы не попадаем по-любому вот здесь вот так вот забор можно только постоять, посмотреть тут камера вот камера все частное везде стоят под периметром камеры видеонаблюдения то есть пробраться на территорию можно но смысла это не имеет даже современный забор по старину сделанный какие-то вот коммуникации здесь подведены возможно территория придет в порядок и потом будут за небольшую мзду проводить там экскурсию ну скорее всего так и будет ну ладно едем, вернулись в машину обратно обошли так сказать территорию ничего не увидели вот так вот замок от этой стороны очень жаль, что мы его не посетили конечная точка нашей сегодняшней прогулки это вот эта башня в районе городка Лейнгартен прямо на него смотрит так также эта башня является логотипом вина картинок я вставлю фотографию туда можно зайти и подняться на самый верх здесь вот находится ресторан детская площадка как обычно в общем ну здесь люди грилят вот такой вот ресторанчик внутри горит огонь здесь то же самое здесь то же самое здесь то же самое здесь нужно посидеть поздравлять поговорить с друзьями о чем-то выпить бокальчик вина бар для людей можно выпить вина горячего можно выпить пива здесь хунды бар то есть бар для собак нужно покормить собачку дать ей водички вот на этой позитивной ноте я заканчиваю свое видео сегодняшнее всем всех благ удачи и пока удачи